Сегодня глава республики встретился с артистами чувашской эстрады. За круглым столом обсудили проблемы и перспективы развития этого направления. Далее Рифат Фадкулин. Успех или не успех эстрадных вокалистов у публики не всегда зависит только от наличия сильного голоса. Ведь это всего лишь физиологический дар от природы, и ему нужна достойная огранка, профессиональное образование, которое есть не у каждого. Но это не единственная проблема музыкального сообщества. За круглым столом все вместе обозначили векторы развития. Безусловно, на решение ключевых задач понадобится время, финансы. Главное, что работа в этом направлении будет системной. 20 лет я на сцене, и первый раз за таким круглым столом. И очень приятно, конечно, радует, что они нас послушали, наши проблемы, наши трудности послушали. И вот вместе мы за круглым столом решили многие вопросы. Главной темой встречи стала подготовка к 100-летию чувашской автономии. И артисты станут главными участниками праздника. Показать неповторимый колорит республики, ее великую историю, традиции и обычаи. Миссия ответственная. Эстрадные артисты с энтузиазмом готовы включиться в дело. Вы на самом деле уже состоявшиеся артисты чувашской эстрады. Есть поклонники, есть зрители. Формируете хорошее общественное мнение. Сотрудничаете с общественными организациями, национальным конгрессом. Николай Бюро, что в гостях тоже здесь. Другими общественными организациями, это очень важно. Уже сейчас многие певцы думают о будущих выступлениях. Прорабатывают программы, сценарии клипов, занимаются текстами и музыкой. Задачи это непростые, но время еще есть. Рифат Фадкулин, Маргарита Мельникова, Борис Андреев, Республика.